Значит, добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, у нас сегодня в гостях Лидия Политаева, хотя бы фамилию я правильно назвал. Назвал, да? Да. Лидия, расскажи о себе, кто ты? Что ты здесь делаешь? Кто я? Здравствуйте, дорогие наши подписчики, меня зовут, как уже сказали, Лидия Политаева, я психолог по образованию, и, как говорят мои близкие, по призыванию тоже. Я хочу просто знать, чтобы ты вот этим людям объяснила, с той стороны экрана, чем ты занимаешься, вот и все. В психологии веду консультации, тренинги, марафоны провожу. Также мне еще интересна тема дизайна человека, те, кто в теме, я рефлектор 6.2, вот, могу об этом еще рассказать. Арт 2.2. Жалко, что ты не знаком, кстати. Я, к сожалению, нет. Ну, я говорю, я из древности, вот, из Ганнушкина, понимаешь, вырос хотя бы в типологию личности. Сейчас ты нам расскажешь только дизайн человека, и я подрастаю немножко, стряхну путь. Ну, кстати, да, это достаточно новая информация, ее не так много, так скажем, именно в Самарской области. Почему-то, потому что в других регионах, где я училась, например, в Москве, в Питере, в Казани, эта тема очень быстро развивается, и там много людей, кому это интересно. Ну, как бы такое. Топай, сразу, что это такое? Дизайн человека включает в себя, включает в себя, несколько, так скажем, наук. Это психология, физика, генетика, биология, даже, скажем, биохимия, астрология. Но астрология, как бы люди всерьез не, так скажем, не воспринимают. Я расскажу, как я это понимаю. Есть такой мужчина, который доказал, доказал о существовании частиц нейтрино. Нейтрино – это самые маленькие частички во Вселенной, которые пронизывают все, ну, все пространство. Там, тебя, меня, стол, деревья, людей, землю и так далее. И получается, что каждую, там, грубо говоря, секунду, они просачивают все. То есть идет такой выброс этих нейтрин. Понимаешь? Ну, по-моему, это квантовая, да, физика? Да, да, да. Вот. Я не сильно вот в этих, так скажем… Теоретик струнг. Да, да, да. Но вот в общих чертах объясню. Вот. И, соответственно, самое большое влияние на нас оказывают самые, так скажем, гигантские, да, там, большие объекты. В нашем ближайшем окружении это, как думаешь? Ну, типа звезд. Да. То есть это солнце, там, луна и другие планеты. Вот. И, соответственно, они как программируют человека, вот, ну, как вот свет идет от солнца, да, постоянно вот выброс… Ну, типа, выброса нейтринов с разной частотой. Ну, там, в марте одна, а в апреле, допустим, уже… Да там-то каждую, там, я не знаю, миллисекунду времени они идет вот этот выброс. А еще у меня три находятся в суперпозиции, те, кто в теме, вот, квантовой физики, кто любит. А ты знаешь, да, про это? Ну, да. Ух ты, классно. Ну, я чисто, чисто теорию строн. Ну, как я знаю, то есть я не являюсь физиком, специалистом в этой области, да, но я очень люблю эту теорию. Вот, и получается, когда человек рождается, в коре головного мозга отпечатывается, вот, как бы выброс, нахождение тел планет и звезд вот в этот момент. Точнее, даже, ну, звезда у нас солнца, а вот в основном планета, вот, парад планет отпечатывается, так скажем, вот информационно, что вот человек вот такой родился. Вот, и там два момента, интересные для меня, как для психолога, что в момент рождения человека рождается осознанность, вот, осознанная личность. Вот, а за три месяца до рождения человека, и, так скажем, до рождения его, формируется кора головного мозга, неокортекс. Так. И в этот момент рождается, так скажем, подсознательная часть человека, это то, на чем бьются все психологи, потому что у человека есть, так скажем, мы в дуальном мире живем, есть осознанное, есть подсознание наше, вот. И человек может вестись осознанно, он понимает себя как одно, а на подсознательном уровне и его тело может вестись немного иначе. И люди его воспринимают немного по-другому, потому что они видят то, как выражается невербально его тело, вот. Вот, и тут вот начинается самое интересное, когда ты разбираешь людей, а я уже там всех своих родных, близких, друзей, уже всех перебрала, и, ну, столько совпадений, это просто нереально. То есть, действительно, это знание очень увлекательное. Даже вот на мне, на моем примере, я сказала то, что я рефлектор 6.2, ты посмеялся, вот. А рефлектор в типологии это самый редкий тип, то есть это 1% из 100 людей. И у меня до 27 лет я столько психологов прошла, там, шаманов, коучей, там, баба-гадалок, эзотериков, все, и везде я, ну, короче, что-то недополучала. Ну, то есть ты не стала своих плечащих. Да, да, и я, даже тесты психологические на мне ломались, то есть обыкновенные люди проходят, у них все понятно, а мне ни хрена не понятно. То есть, либо они имели какой-то временный эффект. А вот как раз-таки в дизайне человека меня настолько вот по атомам там все разложилось в голове, и в моей жизни даже сейчас, благодаря этому знанию, раскладывается, что? То есть, это типология личности. Как правильно сформировать? Типология личности, дизайна человека, или вот, ну, то есть, чтобы люди могли загуглить, ну, просто. Так и называется дизайн человека. И там нужно ввести данные своего рождения, данные, время точное рождение и место рождения. Ну, это типа вот этих натальных карт. Да, туда входит, входит и это, но там также входит, вот, говорю, очень интересно, что, как сказать, мы как, вот у нас есть физическое тело, а есть еще энергетическое тело, да, и, грубо говоря, наше энергетическое тело, вот, как я объясняла вначале, вот эти, через эти нейтрино, вот как преломляется энергия через нас, и как мы ее, как проводники проводим в мир. Это, к слову, помнишь, магия, это любая непонятная нам наука. Дорогие друзья, значит, сейчас мы разговаривали о, о чем мы говорили? Дизайне человека. Дизайне человека. Вот. Я говорю, я все забываю, я не умею просим девушек брать с интервью. Нет, ну, хорошо, держишься, молодец. Я стараюсь. В общем, дорогие друзья, вы можете взять консультацию у профессионального психолога, дизайнера, человека, и, соответственно, все будет внизу, вон там, вся информация, да. Мы с вами прощаемся, и напишите нам внизу в комментариях, что вам понравилось больше всего в этой теме, какую тему вы хотели бы, чтобы мы раскрыли для вас. Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, у меня Людмила Политайлова. Лидия! Вы же, Людмилой. Нет, я хочу быть Лидией. Я ненавижу, кстати, когда меня называют Людмилой. Так, ну, минуточку. Да вот провал, это вообще ошибка. Просто, теперь вы понимаете, почему я не женат, да? Заново.